Приветствую вас! Если говорить о том, что делать, то здесь опять же многое зависит от того, на что вы сами готовы. Вы можете, в принципе, поставить себя так, допустим, что скажете чётко, значит, что вот я буду вести себя так, как хочу. И никто меня, например, не остановит, никто не позволит, никому не позволит указывать мне, что делать. Например, вы можете действовать так. То есть, по сути, нанять такую позицию, достаточно жёсткую, агрессивную, да. Можете вы поступить немножечко иначе. Можете вы понять причины, почему ваш муж ревнует. Постараться понять, что за этим стоит. Я имею в виду именно у мужчины, что за этим стоит, да. Почему он вот так себя ведёт и с чем это связано. Каковы причины такого мужского поведения. Вы можете постараться также разобраться с тем, значит, всегда ли было так, всегда ли ваш муж вёл себя так, или когда-то было иначе. Если да, то с какого момента всё изменилось, когда всё изменилось и так далее. Все вот эти вот нюансы, их нужно разбирать с вами, потому что вот так, если мы с вами говорим о проблематике, которую вы описываете, да, то вот так вот понять причины этой проблематики, ну, практически невозможно, потому что слишком мало информации о вас и о ситуации в целом. Поэтому я надеюсь, что этот момент вы поймёте и надеюсь, что относитесь к этому моменту с пониманием. Потому что, как я уже сказал, помочь-то вам хочется качественно, а сделать это невозможно из-за того, что мы не знаем всей ситуации в целом. Далее, что я вам ещё могу сказать по вашей проблеме. Значит, ваш муж действует так потому, что он не уверен в себе. Ну, у него нет уверенности в себе, у него нет чёткого понимания того, чего он хочет, у него нет ощущения того, что он на своём месте, что он уверен в себе, что вы как бы принадлежите ему полностью и так далее. То есть вот этот момент, он тоже, на мой взгляд, довольно важен в понимании того, чем руководствуется ваш муж при следовании определённому поведению. И вам нужно понять, что его ревность – это суть эгоизма, его ревность – это суть неуверенности в себе. И если вы хотите, чтобы это не влияло на вас, если вы хотите, чтобы подобные вещи никак вам не мешали, то нужно разговаривать с мужчиной, понимать… Точнее, определять для себя и его, понимает ли он проблему, видит ли он её, осознаёт ли он её, считает ли он эту проблему проблемой. Вот. И если нет, то почему, если да, то он что готов делать для того, чтобы её решить. То есть, понимаете, какая получается ситуация, если мужчина не осознаёт по факту то, что с ним происходит, если мужчина не понимает то, что с ним сейчас происходит, то, как он себя ведёт – это ужасно, это неприемлемо, это недостойно уважающего себя мужчины, да. Если он эти вещи не понимает, то, боюсь, в этом случае, в этой ситуации вы сделать особо ничего не можете. Потому что, ну, помочь можно только тому, кто этого хочет, и невозможно помочь тому, кто, соответственно, относится к этому весьма, весьма, ну, как бы, хвост пальца, да. Вот. А вам в этой ситуации нужно больше думать о себе, вам в этой ситуации нужно стараться следовать своим интересам. Вам в этой ситуации нужно понять, что вот кроме вас, по сути дела, никто больше ваши интересы защищать не будет. И если вы хотите, чтобы ситуация поменялась, если вы хотите, чтобы она была другой, то я рекомендую вам вообще для себя определить в первую очередь, то есть, а почему вы, ну, вот, например, позволяете мужу что-то вам там не разрешать, что-то вам там запрещать, да, и прочее. То есть, просто определить для себя, почему вы позволяете вот эти вещи своему мужу. И после того, как определитесь с этим, по сути дела, я задам вам следующий вопрос. Это вопрос, касающийся того, какие потребности заставляют вас так поступать, то есть, ради чего, для чего вы это делаете, а в какие мотивы вами движут. И вот когда и если вот это вот все будет понятно, когда и если нам с вами будет это ясно, то как раз таки в этот момент, ну, в этот момент я имею ввиду, когда нам будет это понятно, вы сможете, по крайней мере, для себя понимать, что вам мешает жить счастливо, что вам мешает жить хорошо, что вам мешает жить так, как вы того хотели быть, например. И, соответственно, решите, опять же, решите для того и себя, что вам, ну, или вам это или нет. То есть, соответствует это вашим целям, например, или нет. Если соответствует, то хорошо, но почему вы тогда, значит, ну, не счастливы, да? Если не соответствует, то тогда вопрос, а что заставляет вас это терпеть? Ну и так далее, и так далее, вот все примерно в таком духе, понимаете? То есть, здесь пока что, пока что, здесь не ясны причины, по которым вы вообще эти отношения терпите, вот эти вот отношения свои, я имею ввиду. И пока этот момент не ясен, к сожалению, нельзя говорить о том, что вам можно как-то помочь. Адекватно я имею ввиду помочь, чтобы вы увидели прям результат от своей деятельности. От, ну, даже не деятельности, а от своих деятельностей, от своих поступков, понимаете? То есть, нужны причины. А причины этих пока я лично не вижу. Вы говорите о следствии, но не говорите о том, что заставляло вас вот это все терпеть и игнорировать. И на что вы сейчас надеетесь, да? То есть, с чего вы ожидаете, соответственно, какие у вас цели, какие у вас ценности и так далее. Муж сам для себя ревновать вас не прекратит. Потому что ревность – это всегда следствие уверенности в себе, эгоизма, значит, страха и так далее. И это проблемы мужа. Другое дело, почему вы сделали проблемы мужа своими проблемами. Вот именно об этом с вами и нужно будет разговаривать. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok